Здравствуйте! В эфире телестудия Карачаганак. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем обзор недели. 11 мая в районной больнице было организовано мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня медицинских сестер. Это был повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Не остались в стороне от этого события и наши корреспонденты. Медицинские сестры. Это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача по уходу за больными. Это надежные помощники докторов. Именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. Во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Как гласит история, профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия и 141 страны профессиональной общественной организации Международный совет медицинских сестер. И к этому дню в нашей стране в медицинских учреждениях также проходят различные мероприятия, как научно-практического направления, так и развлекательного характера. К примеру, в Центральной районной больнице в канун празднования Дня медицинских сестер был организован профессиональный конкурс. А началось мероприятие с торжественного поздравления директора Центральной районной больницы Жумабека Шахиева, который отметил, что в коллективе районной больницы трудятся 284 медсестры. Их труд неоценим, они всегда рядом с пациентами, первыми приходят на помощь. На их плечах лежит огромная работа, и от их добросовестного труда зависит многое в системе здравоохранения. Жумабек Шахиев пожелал медицинским сестрам успеха в труде и отметил, что без них ни один врач не смог бы полноценно сделать свою работу. Это отметил и председатель профсоюзного комитета работников здравоохранения, ветеран труда Алибик Турганов. 80% есть и ваши, 20 где-то врачей. Вы с ними вместе ночуете, вместе смотрите, ухаживаете, все это делают. Сейчас у нас новая система идет, страховая медицина. В этом тоже большая роль именно ваша, поэтому вы оправдаете доверие наши. Так что вас поздравляю всех международным днем медицинских сестер. Желаю огромного здоровья, благополучия, всего-всего наилучшего. Вот сегодняшнее торжество, сегодняшний мероприятий посещается вам. После начался и сам конкурс, в котором за звание медсестра 2017 года состязались медсестры различных отделений Центральной районной больницы. Конкурс проходил в четыре тура и оценивался по пятибальной системе. Так, в первом туре конкурсантки должны были познакомить аудиторию с собой и со своим наставником. Немного расскажу о себе, ведь вы ничего не знаете. Итак, мое детство. С самого детства я мечтала стать врачом. Мои чудесные дни в школе номер четыре города Аксай. Одноклассники были безумными, мы сюда не снились. Я работаю в ЦСЗ номер один в семнадцатом участке. Я назвала свою команду Флоренс Найтингель. Это связывается с тем, что Флоренс Найтингель – это женщина, которая создала службу ухода в период Крымской войны. И благодаря этому в период Крымской войны смертность значительно сократилась. И также Флоренс Найтингель – она была женщиной, которая создала фонд, направленный на создание школ «Сестер Милосердия». И с 1934 года этот день является днем, то есть профессиональным днем, Днем Медсестры. Хотелось бы поздравить всех коллег, то есть всех медсестер с профессиональным Днем Медсестры. Также пожелать спокойствия в столь нелегком труде, ясности в голове, легкости в руках. И также терпения к требователям пациентов и их благодарности. А также повышения на работе. Следующий тур проходил в виде викторины. Конкурсантки должны были ответить на поставленные вопросы. Автор энциклопедии «Канон врачебной науки» – он был врачом Древнего Востока. Непонятен вопрос? Авицен? Ответ верен. Ибн Сина Авицен. Сколько вкусовых рецепторов имеет наш язык? Девять. Ответ неверный. Четыре. Строго и компетентный жюри оценивало старания конкурсанток. В третьем туре они со своими наставниками должны были показать свои практические навыки по заданиям, которые получили еще в начале конкурса. Самым главным при переломах является максимальное обезболивание и правильная иммобилизация, то есть наложение шины. Сейчас нам выделили очень удобные для нас применения шины и очень более комфортабельные для больного. Они надуваются с помощью насоса, а потом мы заужим, то есть респектуализируем больного, привозим его в приемное отделение. Травматолог запросто может расстегнуть за замок его, и то есть будет уже конечность свободы. Очень удобное применение. Она фиксируется все. То есть все суставы, все три сустава фиксируются. В заключительном туре конкурсантки показали свои художественные и творческие способности. КОНЕЦ Все выступления конкурсанток с зрителями воспринимались на ура. У каждого сидящего в зале появилась своя любимица, которой они и дарили свои одобрительные возгласы и овации. Вскоре были названы и имена победительниц. Так, первое место заняла Джамалдинова Зарина, медсестра приемного отделения скорой медицинской помощи. Второе место Сиитова Жазира, медсестра Центра семейного здоровья номер один. И третьего места удостоилась Дусимбай Гульнас, медсестра отделения реанимации и хирургического отделения. Также без внимания не остались и остальные участницы конкурса. Медсестра отделения патологии и гинекологии родильного отделения Жексгалиев-Этлегшия. Медсестра терапевтического отделения и детского отделения Имангалиева-Гульнур. медсестра Центра семейного здоровья номер 2 Дильгарива Салтанат и медсестра клиника диагностического отделения Кинжигалиева Айнур. Все они получили утешительные призы. Долгие годы ведет свою работу Совет ветеранов станции Казахстан. Ни один праздник, ни одна знаменательная дата не проходят мимо него. Ни на секунду они не забывают своих ветеранов-железнодорожников, вдов-ветеранов. В преддверии различных праздников, в канун их дней рождения, члены Совета ветеранов станции Казахстан навещают ветеранов труда с подарками и добрыми пожеланиями. Наши журналисты неоднократно были свидетелями этих встреч. То тепло и заботу, которую Совет ветеранов станции Казахстан дарит своим бывшим коллегам и соратникам, нельзя пропустить мимо своего внимания. Это поистине труд, командная работа, командный дух. Не забывать своих, помнить их добрые дела, оказывать почет и уважение. Это дорогого стоит. Поэтому мы всегда с радостью отзываемся на приглашение Совета ветеранов посетить вместе с ними ветеранов-железнодорожников. Мы знакомимся с заслуженными путейцами, монтерами и другими специалистами, обеспечивавшими бесперебойную работу железной дороги и станции Казахстан. Вот и на этот раз Совет в преддверии Дня Победы организовал встречу с ветеранами труда железнодорожниками. Мы побывали у тружников тыла ветеранов-железнодорожников Читы Батырхановых. Оба супруга отдали определенные годы железной дороги, трудились плечом к плечу вместе с другими, воспитали и вырастили пятерых детей. Председатель Совета ветеранов на станции Казахстан Амантай Баймыканов поздравил их с Днем Победы и вручил памятные подарки. После делегации направилась к тружнику тыла, ветерану труда Анастасии Васильевне Потехиной. Анастасия Васильевна недавно отметила свой 90-й день рождения. На железной дороге она работала вместе со своим супругом Александром Павловичем. Я много видела и много вот этими руками работала. В столкозе запрашивай, заправлю, тракторик заболел. Я сажусь барновать круг, сделаю, тракторист поднимается, Надежда, давай, бензин надо понести. Смотришь, барнует на коров, упал человек, голодный. Давай я пройду, а надо все, или комбайно встал. Опять я бегу. И вот всегда мне племи давали. У меня были эти похвальные грамоты. Я их выкинула, зачем? Меня опорщик говорит, зачем ты? Да я думаю теперь у моего мужа в отличном состоянии путь держал. Всегда путь. Переживал. Земляки все благодарят его. Это золото было, не мужик. Таким образом, Анастасия Васильевна, представители Совета ветеранов станций Казахстан, поздравляли сразу с двумя датами. С Днем Победы и с юбилеем. Анастасия Васильевна, поздравляю вас с Днем Рождения. Спасибо. С наступающим Днем Победы. Желаю вам крепкого здоровья. Всего самого хорошего. А самое главное, чтобы у нас было голубое и небо дуловое. Да. Спасибо, спасибо. Мирное, чтобы мы никогда не знали войны. Да, да, самое главное, чтобы мир был. Спасибо вам. Пожалуйста. Земляки мои дорогие. Дорогая наша участница тыла, ударник Контруда. Да. Я вам желаю здоровья, счастья, благополучия. Спасибо за ваш труд. Мы пришли от руководства станций Казахстан. И наш Совет ветеранов поздравит вас с праздником. Спасибо. Желаю вам здоровья, счастья. Спасибо. Спасибо вам за труд. Много вы нам передали обуви. Да. Мы сейчас продолжаем работать. Благодаря таких вас, как золотые. Да, уже мало остались. Не забывайте. Все сейчас. Спасибо вам, дорогие. Так вы меня дух подняли. Я там вот глаза у меня. Ирон, аж прям сил у меня. Пришли, праздравляют. Все, все прям. Это не знаю. 12 мая по всей Республике Казахстан, во всех школах по инициативе Министерства образования прошли общешкольные родительские собрания. Наша съемочная группа побывала на одном из них в комплексе «Школа-детский сад номер один». Подробности в сюжете. Целый год система казахстанского образования претерпевала различные изменения. Школы работали по обновленному стандарту. Внедрялась обновленная система обучения в первых классах. Ожидается переход на обновленную систему и иных классов. Внедряется пулиязычие, новый формат аттестации и ЕНТ. Подготавливается и внедряется программа бесплатного технического образования. Ожидаются и иные преобразования. И в преддверии летних каникул Министерство образования вышло с инициативой проведения единых родительских собраний, чтобы привлечь родительскую общественность к обсуждению и осуществлению обновлений в системе образования. Ведь все нововведения нацелены на то, чтобы дать учащимся страны качественное образование. Ведь залогом успешного будущего страны является образованная и интеллектуально развитая молодежь. А на этом пути школа нуждается в помощи родителей. Это отметила и директор школы номер один Алла Абдрахманова. Школа действительно нуждается в помощи родителей. Мы все знаем прекрасно, что проблема школы – это родительское собрание, которое не посещают многие родители, считая это ненужным. Некоторые ссылаются на занятость. И это еще одна попытка привлечь родительскую общественность сегодня к проблемам школы, провести разъяснительную работу. После она поведала собравшейся родительской аудитории о роли попечительского совета в системе образования. По вопросу о деятельности попечительских советов школ. На сегодняшний день по республике имеется более 7 тысяч школ. Средних общеобразовательных, основных общеобразовательных, малокомплектных школ, начальных школ. В этих 7 тысяч 41 школа. Из них всего 742 школы имеют попечительские советы. Часть из них узаконенно юридически работают, часть из них работают без юридических документов, как общественные фонды. И это всего лишь 10 процентов, маленькая совсем доля наличия этих попечительских советов. Что такое попечительский совет? Попечительский совет это орган, в который входят представители общественности, представители родительской общественности школы, представители власти, представители неформальных организаций. Туда могут войти представители крупных организаций. То есть в этот орган входят все те, кому не безразлична работа школ. Попечительский совет имеет огромное количество прав. Он наравне со мной, с директором, со всей администрацией нашей школы полностью имеет право участвовать в работе школы. И чтобы просматривать прозрачность работы школы во всех направлениях работы школы, может контролировать, помогать и выходить на различные инстанции и уровни, чтобы решать наши проблемы и помогать нам. Также в ходе встречи говорилось о необходимости открытия при школе фонда, о необходимости оказания помощи школе в проведении акции «Подари книгу школе», о новом формате ЕНТ, о профориентационной работе и о других насущных вопросах. Акцию «Чистоты» на городских кладбищах решил организовать коллектив районной газеты «Будняк Сая». Эту идею поддержал Акимат города Аксай. Посредством местного радио и нашего телеканала было дано объявление о проведении субботника. Запланированное мероприятие было на 12 и 13 мая. Но поддержать акцию «Чистоты» и отдать дан усопшим, в том числе своим родным, изъявили желания далеко не многие аксайцы. Подробности в сюжете. Пятница, 12 мая, вторая половина дня. Именно на это время был объявлен субботник на Старом Аксайском кладбище. На месте коллективы редакции «Будни» и телестудии «Корчаганак». Всего порядка 10 человек. Небольшая группа людей от городского Акимата, члены волонтерской группы «Солнце», представители ресурсного центра по работе с молодежью, молодежного объединения Аксай Жастаре, объединения «Парасад» и несколько прихожан районной мечети. Итого около 30 человек дружно приступили к уборке территории кладбища. Началась работа с очистки арыка, которая разделяет мусульманское и христианское кладбище. Об этой акции неоднократно объявлялась через газету и радио. Также о ней я услышал в мечети и решил прийти. Это очень хорошее дело. Нужно приучать молодежь к порядку, нужно учить беречь природу, свою землю. Я призываю народ к этому, и я благодарен тем, кто сегодня пришел сюда и принимает участие в этом благом деле. Все, кто был в этот день на уборке территории кладбища, пришли, узнав об этом через радио, телевидение, газету и посредством объявлений, сделанных районной мечетью и храмом. А вот члены волонтерской группы узнали об этой акции чистоты, когда пришли в офис газеты «Будня Аксайя», чтобы попросить информационную поддержку в проведении своей акции «Чистый город». Ребята 20 мая хотят провести субботник по уборке прибрежных зон реки Утва. Призываю всех тоже заниматься благими делами, так как живем мы в своем городе, и нужно стараться поддерживать чистоту и, так сказать, благополучие самого города, потому что нам же в нем жить дальше. Как бы сами мы в этом выросли. И чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Я призываю людей, чтобы учили детей и сами старались убирать за собой. Весь хлам грузился на ГАЗ-53 ребятами вручную. А когда прибыл погрузчик, работа пошла еще быстрее. За три часа работы было сделано 3-4 рейса. Так как транспорт был предоставлен от различных фирм, после шести вечера пришлось отпустить его. И хотя солнце было еще высоко, и народ только разогрелся, на этот день работы пришлось свернуть. На второй день, в субботу, 13 мая, с утра моросил дождь. И, видимо, у многих сложилось мнение, что субботник отменяется. Поэтому, кроме троих представителей СМИ, на уборку кладбищенской свалки прибыл только один доброволец. Чуть позже приехали представители ТО КМС. Двое рабочих в сопровождении бригадира. Они предоставили организаторам КАМАЗ. Бригадир пообещал, что после обеда прибудет погрузчик, и они сами вывезут оставшийся мусор. Ребятам же предстояло загрузить вручную один КАМАЗ. В целом, работы предстояло еще на рейсах 15-20, если учитывать вывоз всех имеющихся свалок на территории кладбища и за его забором. Нагиман Уртайзин, Александр Овчинник, Фаянбек Амонгильдеев, Алтенбек Исагалиев, телестудия, Карачаганак. На территории района прошел велопробег в рамках программы «Туганжер», инициированной главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. В велопробеге приняли участие порядка 30 человек. Путь пролегал от села Даниля Коль до Карабы. Подробности в репортаже моих коллег. Как известно, президент страны предложил внедрить программу «Туганжер», которая должна перейти в более масштабный проект «Туганъель». Патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине, отметил глава государства. Именно в рамках поддержки политики президента и состоялся в нашем районе велопробег. В нем приняли участие заместитель Акима района Яркеблан Иксанов, руководители различных отделов районного Акимата, директора школ и другие. Инициатором велопробега выступила станция юных туристов Бурлинского района. В велопробеге участвуют все руководители отделов. Мы также пригласили краеведа, директора этно-туристического центра «Саят» Айбулата Курумбаева, который разработал маршрут «Экспо» в Буки-Юрдинский район. Сегодня мы намереваемся проехать на велосипедах более 40 километров от курганного комплекса «Кархоба» до другого святого места на территории Бурлинского района, это до Мусреб Атазирате, который также называют «Караоба». Открыл мероприятие заместитель Акима района Еркеблан Иксанов. Он отметил значимость проекта «Родной край» и пожелал участникам велопробега легкой дороги. Погода в этот день неблагоприятствовала участникам пробега, но и она не помешала осуществить задуманное. Субтитры подогнал «Симон» 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 Всего в велопробеге приняло участие порядка 30 человек. Это была первая акция, проведенная станцией юных туристов в рамках проекта «Тоганжер». В Аксайе прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти победителя международных турниров, многократного чемпиона области нашего земляка Женгильды Кисметова. Принять участие в турнире изъявили желания спортсмены из разных районов нашей области, из города Уральск, городов Кызаларда и Атырау, а также из Оренбурга. Всего участвовало порядка 130 дзюдоистов 2005-2007 годов рождения. Подробности в сюжете. Турнир по дзюдо памяти победителя международных состязаний, многократного чемпиона области Женгильды Кисметова, проходил в стенах общеобразовательной школы номер 3. Жизнь этого многообещающего спортсмена оборвалась в самом рассвете лет. Но память о нем живет в сердцах его родных, его друзей, его учителей и тренеров. Именно они ежегодно становятся инициаторами проведения памятных турниров. Поддержку им в этом оказывает Аким Атбурлинского района, отдел спорта, детская и юношеская спортивная школа. Представители всех этих инстанций, родные и близкие, приняли участие в открытии турнира. С напутственной речью выступили заместитель Аким района Жанабай Каналин, директор общеобразовательной школы номер 2 Аутмка Драгалиева, представители отдела спорта, учителя, родные погибшего. Сегодняшний турнир посвящен памяти Женгильды Кисметова, прославленного в нашем районе спортсмена-дзюдоиста. Приглашены спортсмены из разных городов Казахстана и из соседнего государства. Цель мероприятия – во-первых, почтить память Женгильды, во-вторых, вызвать интерес к этому виду спорта. После начались и сами состязания. За звание сильнейших боролись спортсмены из разных районов нашей области, а также из городов Уральск, Козларда, Атрау и Изаримбурга. Всего участвовало 11 команд, это порядка 130 дзюдоистов 2005-2007 годов рождения. Турнир оказался зрелищным, все ребята были очень серьезно подготовленными, никто не хотел отдавать победу другому и практически вырывал ее у соперника. После продолжительных боев выявились победители. Так, в весовой категории 26 килограмм победителем стал спортсмен из Теректинского района Амангильдиев. В весовой категории 29 килограммов победу одержал Исатаев из города Оренбург. Приехал я с Оренбурга, занимаюсь с первого класса, сейчас в четвертом, 4 года занимаюсь. На области, у себя в Оренбургской области занял первое место. Мы отобрались на ПФО, на ПФО стали вторыми, поедем сейчас на Россию, в Курск поедем. В весовой категории 32 килограмма победил спортсмен из Ирымского района Джамбулов, а в весовой категории 35 килограмм лучшим стал уральский спортсмен Болтабаев. В весовой категории 38 килограммов победу одержал Хузя Ахметов из города Оренбург. В весовой категории 42 килограмма победил от Ирауски боец Каир. В категории 46 килограмм победу одержал спортсмен из Бурлинского района Хайрулин. В весовых категориях 50 и 55 килограмм лучшими стали спортсмены из Бурлинского района Даулиджанов и Давлиджанов, а в категории плюс 55 килограммов дзюдоист из Жангалинского района Жумабаев. Все победители и призеры были награждены памятными кубками, медалями и дипломами. Это были все самые запоминающиеся события уходящей недели. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok